МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Большая инспекция честных сооружений. Сегодня в регионе побывал заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев. Смотрите также в выпуске. Их сыновья воюют на передовой, защищая нашу родину. А дома за них переживают и поддерживают семьи. Сегодня в Ярославле наградили отцов героев СВО. Официальный прием в мэрии, поездка в школу и на завод. Ярославль принимает китайскую делегацию. Плитка заменена на более толстую, должна прослужить долго. Сделаны и другие виды работ. У вечного огня в Ярославле завершилось благоустройство. Как избежать остеофороза и что делать, если кости хрупкие? Об этом говорили сегодня в Ярославле. В региональном центре остеофороза прошел день открытых дверей. Первый блин комом не вышел. Из двухсот участников четверо победителей – ярославцы. Юные дарования отличились на престижном всероссийском художественном конкурсе. Отыграл только один период в матче с Кунь-Лунием. Теперь в лазарете защитник ярославского локомотива Никита Черепанов попал в список травмированных. Более трехсот атлетов из двадцати пяти регионов. В Ярославле стартовали всероссийские соревнования по спортивной борьбе памяти Владимира Локатуева. Делегация федеральных министров во главе с зампредом правительства России Дмитрием Патрушевым сегодня посетила Ярославскую область. Цель – инспекция очистных сооружений в Ростове и Ярославле. В составе делегации – министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, замминистра строительства и ЖКХ Алексей Ерейско, глава Росприроднадзора Светлана Родионова. Работа по реконструкции 15 очистных сооружений канализации в регионе ведется с 2019 года по федеральному проекту «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». 13 объектов сданы. Дмитрий Патрушев подчеркнул, что для Ярославской области как промышленной территории очень важно, чтобы очистные сооружения работали на полную мощность. В Ярославле реконструированная система обеззараживания сточных вод и комплекс сооружений биологической очистки. Они введены в эксплуатацию и выходят на запланированные мощности. Готовность очистных в Ростове около 80%. На встрече обсудили доработку уже построенных в регионе объектов. По инициативе Михаила Евраева на эти цели из областного бюджета выделено 100 миллионов рублей. К тому же власти региона намерены взыскать средства на возмещение ущерба с подрядчиков и проектировщиков, которые некачественно выполнили работы по контрактам. По тем объектам, которые были построены до нас, мы их исправляем. Эти объекты сейчас. У нас будет 50%, то есть 4 объекта будут исправлены из тех, которые были построены давно, уже к Новому году. А 50%, еще 4 штуки, мы исправим к августу примерно 25-го года. Вся делегация отметила, что у нас все в порядке. Идет работа, и это видно. Сейчас было все зафиксировано, что мы идем в графике и свои обязательства полностью выполняем. В Ярославле наградили отцов героев СВО. Медали общественного признания. Отец солдата вручили 10 семьям участников специальной военной операции. А также тем, у кого погибли сыновья, защищая Родину. Это ребята, которые проявили мужество и героизм во время выполнения воинского долга. Торжественная церемония прошла в театре имени Федора Волкова. Медали отец солдата вручает в этом году уже во второй раз. Сегодня их получили 10 глав семей, в которых выросли настоящие герои. На лицевой стороне награды отчекания на силуэты отца и сына, символ преемственности поколений и верности своему долгу. А еще это признание правильного воспитания воинов. Приспосабливал, чтобы он был физически и морально, был воспитан все, труду приучен, чтобы не боялся ничего. Видимо, не случайно сын Николая Сергееву достоин медалей за храбрость и за боевые заслуги. За подвиги сына отец тоже получил награды. В том же духе воспитал своего сына и Юрий Буткин. Его сын героически погиб, выводя колонну с ранеными бойцами из Попасны. Был, как и отец, офицером ВДВ. Он мне сказал слова, которые стали эпиграфом на памятнике моего сына. Он сказал, отец, я выбрал свою судьбу в 2006 году. Стать военным, военным десантником, защищать свое отечество и землю русскую от врагов. Я русский офицер, и у меня честь офицерская. Инициаторами вручения медали стало региональное отделение движения «Отцы России» и региональный филиал фонда «Защитники Отечества». Ключевое это то, что ведь всегда в роли воспитания любого человека, ребенка, ведь принимают участие как мама, так и отец. И, конечно же, роль вот наших мужчин, которые воспитали настоящих героев, она очень велика, и мы должны об этом говорить и говорить, чтобы нас слышали. Понимание того, что сейчас происходит в стране, и что безучастным никто не должен остаться, мы в общем, в полном, абсолютном слиянии, показы спектакля, проводим тренинги, просто психологическая, дружеская поддержка. Сейчас театр Волково готовит спектакль по мотивам рассказов участников СВО. Книги с их историями были подарены первому русскому. Помогают все, кто чем может. Александр Захаров, Михаил Орлов. Главные телевизионные новости. Ярославль принимает китайскую делегацию. Ее возглавил мэр народного правительства города Цзюцзян. Гости Поднебесной встретились с руководством областного центра, обсудили планы экономического и культурного обмена. Наши партнеры высоко оценили перспективы сотрудничества и отметили гостеприимство ярославцев. Елизавета Голушева наблюдала за дружественным визитом. Взаимодействие нашего города с провинцией Дзяньси началось с 2016 года. В Большом зале мэрии Артем Молчанов и Дзян Виндин, мэр Цзюцзяна города-побратима Ярославля, обсудили потенциал сотрудничества в промышленной, туристической и IT-направлениях. Активные контакты между двумя городами стали налаживаться год назад. И сотрудничество набирает обороты. Мы очень рады тому, что в первую очередь дружат между собой наши дети, школьники, которые учатся в нашей гимназии города Ярославля и изучают китайский язык, и школьники, которые учатся в школе иностранных языков города Цзюцзяна. В октябре прошлого года состоялся официальный визит делегации Ярославля в Цзюцзяна. На форуме международного сотрудничества «Один пояс, один путь» главы городов подписали соглашение об установлении дружественных отношений. Цзюцзяна является большим портовым городом. Только за последний год через него прошло 2 миллиона тонн товаров. Мы укрепили наши дружественные отношения. Мы способствуем развитию торговых связей. В сфере туризма и промышленности у нас происходит обмен. Надеемся, что передовая продукция города Ярославля сможет продаваться в нашем городе Цзюцзяна через наши порты. После встречи в мэрии вечный огонь. Возложение цветов в память о подвиге советских солдат. Также гости из Поднебесной побывали на одном из крупных заводов Ярославля и в школе 21. Китайские партнёры высоко оценили перспективы развития городов и отметили тёплый приём ярославцев. Сегодня мы были на набережной Волги, на Стрелке. Была замечательная солнечная погода. Нам очень понравилось. Поразил древний город Ярославль. Сегодня пообедали как раз русскими щами. Очень понравилось. Иностранная делегация гостит в Ярославле несколько дней. Среди точек посещения – Третья гимназия, где наши партнёры пообщались с учениками на своём родном языке. В этой школе ребята изучают китайский. Елизавета Голушева, Михаил Орлов. Главные телевизионные новости. В Ярославле завершены работы по благоустройству вечного огня. Рабочие выровняли дорожное покрытие, поменяли плитку, установили дополнительно освещение, скамейки, урны, высадили кустарники и саженцы деревьев. Также на подходе к вечному огню появились две стелы, выполненные серого гранитом. На их поверхности нанесён текст об истории города и страны в годы Великой Отечественной. Стоимость работ – 220 миллионов рублей. Срок сдачи по контракту – июль. Однако сроки сдвинулись из-за ремонта теплосетей. Работы приняты заказчикам. Намного стало приятнее, да, то есть даже перемещение. Нету так называемой нашей прыгающей плитки, да, танцующей. То есть мы идём и ощущаем, как хорошо всё уложено. Также техника, которая уже занимается очисткой территории, проезжает. Просадок нет. Плитка держится хорошо. Причём техника достаточно тяжёлая. Сейчас рабочие продолжают менять гранитную плитку Успенского собора. Устанавливают там освещение и лавочки. Эти работы должны завершиться к 1 ноября. В Ярославле началась реализация проектов на президентские гранты. Один из них посвящён трудовому подвигу ярославцев в годы Великой Отечественной. Инициатор – городской совет ветеранов. Направление – патриотическое воспитание. Участниками стали ребята из 10 ярославских школ. Им предстоит собрать воедино картину из пазлов, сюжет которой организаторы пока не раскрывают. Получать каждую деталь произведения школьники будут на определённых локациях, посещая музеи, предприятия и учреждения культуры. В каждом месте они будут проходить экскурсии и квесты. Последний пазл картины им выдадут в апреле на митинге у Стеллы «Город трудовой доблести». Мы решили основать свой проект на чувствах, на том, чтобы ребята прочувствовали и поняли что-то для себя, взяли для себя души, удивились, может быть, поразились каким-то фактом. И просим именно это отразить их в их комментариях, в их постах. В этом году через проектный офис Института развития стратегических инициатив прошло более 200 работ. Из них 24 стали победителями. Сумма, выделенная на реализацию, превысила 30 миллионов рублей. Это проекты патриотической воспитательной направленности, адаптации пожилых ярославцев к современным технологиям и многие другие. Есть проекты, которые на несколько лет, есть которые на полгода. В настоящий момент у нас очень много проектов, которые на рассмотрении находятся. То есть, да, мы ожидаем, что в 2025 году у нас реализация данных проектов будет еще больше. В региональном центре остеопороза состоялся день открытых дверей. Он прошел в преддверии Всемирного дня борьбы с этим заболеванием. Проводится с 1997-го. В этом году девиз дня открытых дверей. Скажем, нет хрупким костям. Марина Смарагдова узнала, чем опасен недуг и как его избежать. Ежегодно в лечебно-диагностическом центре остеопороза Соловьевской больницы проводится 10 тысяч консультаций и 8 тысяч исследований. Статистика близка к общероссийской. Полторы-две тысячи вновь выявленных случаев. Каждая третья женщина и каждый пятый мужчина старше 50-ти считают, медики страдают от остеопородических переломов. Болезнь связана с нарушением обмена веществ. Лечение комплексное, оно включает в себя как немедикаментозные методы, так и препараты. Немедикаментозные методы – это физическая активность, правильное питание и прием кальцио-витамина Д. Это тоже считается уже лекарственными препаратами. Но в целом профилактика остеопороза заключается в здоровом образе жизни и приеме кальцио-витамина Д необходимых тозов. Сегодня тестировали и обследовали пациентов стационара, которые получают лечение после переломов. Остеопороз называют безмолвной эпидемией. О своем недуге знают менее процента больных. Он развивается медленно и безболезненно. Поэтому так важна профилактика. Обследование недолгое, но информативное. Ярославская область на протяжении нескольких последних десятилетий является одним из ведущих регионов нашей страны по организации помощи как пациентам с переломами, и в первую очередь это, конечно, помощь пациентам с переломом шейки бедра, и так и пациентам с остеопорозом. Всемирный день остеопороза в Ярославле сопровождают ряд событий, посвященных повышению осведомленности о коварном недуге. Сегодня студентам медицинского университета специалисты рассказали о гериатрии – направлении в медицине, занимающемся здоровьем пожилых людей. Остеопорозу более подвержены люди старшего возраста. Старение организма наступает быстрее, чем мы его ожидаем. И старость – это процесс закономерный, его нельзя остановить, это процесс физиологический. Но, тем не менее, мы можем сделать жизнь наших пожилых людей лучше. В центре остеопороза активно занимаются идейной профилактикой, готовят для пациентов памятные буклеты, плакаты. К 2025 году издали календарь. На нем детские рисунки, которые говорят о вполне осознанном отношении к здоровью и его поддержанию. А с сегодняшним событием предшествовал завтрак со смыслом. Выступала профессора Белова, которая как раз рассказывала нашим слушателям о профилактике, о том, как надо вести здоровый образ жизни, активности и так далее. И у нас получилось такое приятное мероприятие с продолжением. И мы пришли в центр остеопороза для того, чтобы пройти денситометрию. Профилактическая работа медиков очень важна, поскольку 24% населения по общероссийской статистике входит в группу риска. Марина Смарагдова, Игорь Мосин, Главные телевизионные новости. Екатерина Мизулина высказалась о процессе над ярославским стримером. По словам главы Лиги безопасного интернета, она не получала компенсации от трэш-стримера Аслана Дурдиева. И не собирается это делать. О переводе 10 тысяч рублей заявлял адвокат подсудимого. Напомню, мужчина обвиняет сразу по двум статьям Уголовного кодекса. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и угроза убийства. В ходе онлайн-трансляции в сети интернет подсудимый угрожал Екатерине Мизулиной физической расправой. При этом использовал ненормативную лексику и множественные оскорбления. Уверена, что суд во всем разберется и примет самое справедливое решение, написала Мизулина в своем телеграм-канале. А пока Фемида взяла паузу, назначив психолого-лингвистическую экспертизу. В Урабинской колонии задержали нарушителя. Местный житель пытался перекинуть через ограждение запрещенные предметы. Попытка успехом не увенчалась. В пакете у 36-летнего мужчины обнаружены 6 полиэтиленовых свертков, в которых находилось 20 мобильных телефонов, 6 блоков для зарядного устройства, 6 пар наушников и 4 USB-провода. Это достаточно крупная партия. По статистике, за 9 месяцев года пытались перебросить в исправительные учреждения региона более 220 мобильников. Задержано 17 граждан. Как говорят в УФСИН, после того, как штрафы за подобные деяния с 1 января были увеличены, число случаев доставки запрещенки уменьшилось, но они все равно остаются. Меня попросили люди в остановке. Дали денег, сказали перекинуть через заборы. Что перекинуть? Не знаю. По данному факту составлен протокол об административном правонарушении, который влечет за собой наложение штрафа в размере от 25 до 50 тысяч рублей. Минимальный возраст вождения средств индивидуальной мобильности увеличат до 16 лет, а для управления потребуются права. Такие предложения прозвучали сегодня в правительстве России. С 1 марта 2025 года в стране начнется обязательная сертификация самокатов. Это следует из проекта постановления правительства, который подготовил Минпромторг. Предлагается снабжение самокатов по всей стране, в том числе и Ярославле, устройствами спутниковой связи, что позволит правоохранительным органам выстроить детальную картину событий в случае ДТП. Предложения ведомств и субъектов федерация обсудит на профильном комитете Госдумы, прежде чем выносить проект на рассмотрение всех парламентариев. Учащиеся детской школы искусств имени Стомпелева победили в престижном художественном конкурсе. Его проводила Санкт-Петербургская академия барона Штиглица. Учебное заведение среди художественных вузов котируется очень высоко, как МГУ или МГИМО. В рамках профориентационной программы юных художников состоялся всероссийский конкурс детского творчества «Образ академии». Свои силы попробовали 22 ярославца, четверо стали победителями. Участие в конкурсах такого уровня дает возможность детям собрать свое портфолио для поступления в ведущие художественные вузы страны. Всего в конкурсе «Образ академии» приняло участие 200 юных талантов из 15 регионов. Я рисовала витражи вместе с человеком, и моя работа называется «Проводник». Я хотела этим показать, что в мир искусства можно легко попасть. Есть места, в которых ты можешь ощущать себя рядом с таким чем-то величественным. Для меня, например, это витражи. Они очень яркие, в них очень много красок. Жюри обращает внимание на то, как ребенок справился с поставленной задачей, насколько он умело отразил тему, насколько он умеет пользоваться цветом, насколько он умеет видеть сам по себе образ и выразить в его работе. И сейчас к спортивной части выпуска. Протезы верхних и нижних конечностей. Протезно-ортопедический центр «Преодоление». Ваш шаг к полноценной жизни. Телефон в Ярославле. 66-33-59. Защитник локомотива Никита Черепанов попал в список травмированных. Об этом сообщил официальный портал КХЛ. В гостевом поединке против «Кунелунь» «Ред Стар» Никита отыграл только один период, а затем перестал выходить на лед. Главный тренер Игорь Никитин пояснил, что игрок обороны получил повреждения. Когда Никита Черепанов восстановится и сможет вернуться на лед, пока неизвестно. В Ярославле стартовали всероссийские соревнования по спортивной борьбе. Открытие 12-го турнира памяти подполковника УФСБ Владимира Лататуева состоялось сегодня в культурно-спортивном комплексе Вознесенский. В течение двух дней атлеты в своих весовых категориях борются за медали всероссийского уровня. Наш корреспондент Владислав Старожок наблюдал за первыми поединками спортсменов. Главным секретом успеха 16-летний ярославец Дмитрий Романов считает тренировки, режим и дисциплину. В греко-римскую борьбу 8 его привел отец. Все начало получаться с первых же тренировок. Сегодня спортсмен прошел в 1-8, одержал победу с результатом 8-0. В планах взять золото чемпионата мира. На всероссийском турнире от Ярославля выступает 52 спортсмена. Они будут оспаривать лидерство с еще тремя сотнями борцов, которые приехали из 25 регионов. Мы очень сильно к ним готовились. Целый месяц, две тренировки в день было. Конкретно готовились. Соревнования очень хорошие, всегда приезжает много людей. Титульные соревнования. Всегда очень хороший уровень у соперников. Со всей России приезжают лучше. На состязаниях выступают юноши от 16 до 17 лет в 12 весовых категориях. Каждый из тройки лидеров получает спортивный разряд кандидат в мастера спорта. Также в 10 весовых категориях усилия на коврах прикладывают взрослые борцы от 18 и старше. Победители получают звание мастер спорта России. За поединками следят 30 судей всероссийской и международной категории. Многим очень нравится сюда приезжать, выступать в таком красивом зале, оборудованном. Все, что надо для соревнований, все здесь есть. Ребята выходят, показывают мастерство. Итоги турнира подведут завтра вечером. На этих состязаниях первое место дает возможность юношам до 18 лет отобраться на финал первенства России, который состоится в конце февраля 25-го года. Но место проведения турнира пока не определено. Владислав Сторожук, Олег Вольский. Главные телевизионные новости. В нашем эфире пришло время Ярославской истории. Южный предел церкви освящен в 2002 году в честь ярославских святых Василия и Константина. Имеются и частички мощей. К моменту освящения храм был полностью готов трудами векарного епископа Углического Иосифа. Икона святого врачевателя Пантелеймона из его собрания. Он заказал для храма копию чудотворного образа «Неупиваемая чаша», которую писали с оригинала в Серпуховском монастыре. Приходская жизнь – явление живое. Здесь много что меняется. За это время в нашем храме появилось много новых святынь. То есть это иконы новопрославленных святых. Или иконы святых, которые каким-то особенным образом явили свое заступничество кому-то из наших прихожан. И они, соответственно, в честь и память этих святых угодников пожертвовали эти образы в храм. И здесь их, скажем так, достаточно большое и, наверное, такое очень разноликое сообщество. То есть это, например, от Порфирия, Кавсакалевита и Паисия Святогорца, совсем новопрославленных святых, до, например, мучеников Маркиана и Мартирия, древних святых IV века, которые, собственно, являются покровителями нотариата. И, соответственно, ярославские нотариусы передали этот образ в наш храм. И теперь память этих святых мы ежегодно чтим. А, соответственно, представители ярославского нотариата приходят на молитву к своим небесным покровителям. В Церкви Богоявления до закрытия были свои особо почитаемые святыни. Это икона мученика Ванифати. Ее заменила новая, с частицей мощей. Была резная голова Иоанна Крестителя. Фото не осталось, но сделано новое. Только наше обращение к этой памяти, мы не восстановили ее доподлинно. Но, тем не менее, нам кажется это важным и знаковым. Относительно же того, что, например, в нашем храме особенно почиталась память мученика Ванифати, об этом свидетельствуют даже дореволюционные издания. Есть такая книга, она называется «Молитвы, читаемые на молебнах». То есть, когда в честь того или иного святого или иконы Пресвятой Богородицы служит самолебен, он обычно завершается молитвенным обращением к этому святому. И к мученику Ванифатию там указаны две молитвы. Одна общая, а под другой подписана, читаемая в храме Богоявления города Ярославля. Ждем вас в парк научных развлечений «Леонардо». На каникулы «Урожайная осень». Собери свой урожай впечатлений и незабываемых эмоций. Теперь к погоде. О погоде на субботу в студии Юлия Василенко. Здравствуйте. По прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня будет облачно и без осадков. Подробности через несколько секунд. Профессиональная уборка помещений и территории мытье окон, химчистка мебели и матрасов. Ярославна Клининг 33 8191. Чистота залог вашего успеха и престижа. Требуются на постоянную работу уборщицы и дворники. Телефон 912440. В субботу ночью у Ярославля облачно с прояснениями без осадков. Температура 0 градусов. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Влажность воздуха 83%. Атмосферное давление 765 миллиметров тупного столба. В субботу дню у Ярославля облачно без осадков. Температура 8 градусов. Ветер западный 2 метра в секунду. Влажность воздуха 74%. Атмосферное давление 764 миллиметра тупного столба. Ярстройград. Строительство каркасных домов и бань в Ярославле и Ярославской области под ключ. Более 10 лет успешной работы 100% соблюдения сроков. Каркасный дом от 900 тысяч рублей. Ярстройград. Бабича 3Б. Телефон 68 16 90. Мы сбережем ваши нервы и деньги. На этом прогноз погоды окончен. С вами была Юлия Василенко. До встречи в следующем выпуске. Через мгновение в эфире художественный фильм с первого взгляда. Приятного просмотра. Наши новости доступны на сайте gdk.tv, в телеграм-канале, в официальном паблике, в сети ВКонтакте и на популярных видеоплатформах. Сообщайте новости в редакцию по телефону 72 11 70 72 11 80. В студии работала Наталья Пионова. Хорошего вечера и выходных. До свидания.